Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы читаем 30-ю главу книги-притчи Соломоновых для библейского портала экзегет.ру. Мы читаем два текста. Мы читаем перевод Юнгерова, он делался из греческого, то, что называлось септуагинтой, с греческого уже делался перевод славянский, и поэтому тексты, которые мы слышим в храме, иногда больше совпадают с текстом Юнгерова, чем с синодальным текстом, который мы тоже читаем. Мы сравниваем Юнгерова и синодальный перевод. Синодальный перевод делался с еврейского, и иногда тексты исторически так далеко разошлись, что переводы не совпадают, или получаются разные акценты. Итак, «Сие говорит человек, верующим Богу, и умолкает. Я неразумнее всех людей, и разума человеческого нет у меня. Бог научил меня мудрости, и я познал разум святых». Вот за три стиха, которые мы сейчас прочитали, уже дважды, если бы мы сравнивали, мы увидели бы серьезную разницу между текстами греческим и еврейским, переводом Юнгерова и переводом синодальным. В синодальном переводе эти тексты, эти три стиха звучат следующим образом. «Слова Агура, сына Иакеева, вдохновенные изречения, которые сказал этот человек и фиулу, и фиулу, и укалу». Да, а здесь мы видим, «Это говорит человек, верующим Богу, и умолкает». Вот первые стихи, они совершенно разные, здесь даже нечего комментировать, просто это какие-то разные традиции, которые существовали и в итоге вылились вот в такие разные стихи, разные тексты. «Подлинно я более невежда, нежели кто-либо из людей, и разума человеческого нет у меня». Здесь второй стих совпадает. А дальше третий. «И не научился я мудрости, и познания святых не имею». Это совершенно разные тексты. Третий стих здесь говорит. «Бог научил меня мудрости, и я познал разум святых». А здесь говорится. «И не научился я мудрости, и познания святых не имею». Конечно же, комментировать и толковать можно и то, и другое. Например, в синодальном переводе это может быть некоторым знаком скромности, что ли, самоуничижения такого, что вот я учился-учился, и сама книга называется «Книга притчей», то есть это изречение мудрости должны быть. Но вот в 30-й главе автор говорит, я учился-учился, и я не научился, не познал разум святых. Но мне кажется, по крайней мере, я сейчас говорю не как, в данном случае, не как специалист, который проводил, например, анализ текста, сравнивал древние какие-нибудь рукописи, просто вот в смысловом каком-то таком ракурсе. Третий стих у Юнгерова понятнее. То есть второй стих, здесь надо соотнести второй и третий стих. «Я неразумнее всех людей, и разума человеческого нет у меня». Можно вспомнить, как в книге притчи, и до этого, например, могла говорить премудрость. «Кто безумен, иди ко мне». То есть логика здесь как раз очень понятная. Если ты по человеческим меркам безумен, ты иди к Богу, потому что мир отпал от Бога. И тот, кто живет по Божьему, тот безумен для мира. Поэтому автор говорит, я неразумнее всех людей. Человеческого, разума человеческого нет у меня. Но это не потому, что я совсем ничего не понимаю в жизни, не понимаю тексты, сам говорю бессвязные речи, и вообще веду себя как безумный, в буквальном смысле слова. Нет, я безумен для мира, потому что Бог научил меня премудрости, и я познал разум святых. То есть здесь имеется в виду, отказался от земной мудрости, чтобы познать небесную. И далее. Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветры в пазуху, кто завернул воду в одежду, кто владычествует над всеми пределами земли, какое имя ему и какое имя сыну его, узнай. Понятно, что вот этот четвертый стих, он очень близко по смыслу подходит окончанию книги Иова, когда Бог в книге Иова говорит, Иову можешь ли ты, был ли ты при основании их земли, можешь ли ты Левиафану в ноздри продеть уздечку и дать возможность твоим детям с ним поиграться, знаешь ли ты, как творятся облака, как начинается дождь и прочее, Бог очень много таких примеров приводит, которые должны привести Иова в трепет и должны привести его к пониманию своей малости, своего ничтожества. Сегодня кто-нибудь мог бы сказать, что не все из этого уж так уничижительно и смущает человека, тем более многое мы можем сделать. Например, кто восходил на небо и не сходил? Ну, мы знаем, что космонавты летают в космос и потом спускаются. Кто собрал ветры в пазуху? Понятно, что это невозможно, собрать ветры, но мы имеем, например, непродуваемую одежду, которая, если открыть ее и сделать как парашют, то она будет держать ветер в какой-то степени. Кто завернул воду в одежду? Ну, опять же, конечно, для человека, у которого есть только тканная одежда, для древнего человека, да, собрать воду в одежду невозможно, потому что это уже либо одежда, которая перестает быть одеждой, есть, потому что там только грубые такие материалы, вроде глины или дерева должны были бы это держать, либо такой одежды не существует, вода все равно через нее протечет, но сегодня такая одежда есть. Кто владычествует над всеми пределами Земли? Но вот, пожалуй, этого человек никогда себе не сможет позволить и никогда этого не достигнет. Какое имя ему и какое имя сыну его, узнай. И понятно, что речь идет о том, что есть тот, кто все это может, и это Бог. Почему Соломон говорит эти вещи? Кто восходил на небо и не сходил, кто собрал ветры в пазуху и так далее? Кто научил меня премудрости? То есть он сначала говорит, я не познал о мудрости человеческой, я не разумнее всех людей, я познал разум Божий, и вот смотрите, кто такой Бог. То есть он гораздо выше, чем человек. А раз он выше, значимее, мудрее, глубже, чем человек, понятно, что его премудрость, то, что я вам собираюсь рассказать, та истина, которую я собираюсь вам открыть, это истина Божия, и она гораздо важнее. Все слова Божии чисты, он сам защищает благоговеющих перед ним. Не прибавляй к словам его, чтобы он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Это очень важно, конечно. Человек не должен извращать и искажать заповеди Божии, он не должен трактовать слова Божии себе в угоду, он должен быть искренним. Он искренне может ошибаться, и тогда Господь его исправит. Тогда Господь приведет его к правильному пониманию. Если он искренне хочет понять Слово Божие, ну, может быть, в силу культурных стереотипов своего воспитания, образования, не способен понять правильно. Это одно дело. Другое дело, когда человек говорит, так, вот эта фраза «Писание мне неудобно», я ее сейчас вычеркну, а вот эта «Удобно», я сделаю ее главную, возьму ее на свои знамена, напишу ее, буду своим девизом ее иметь в жизни. Нельзя прибавлять к словам его, то есть нельзя домысливать то, чего нет, специально, чтобы угодить себе, своей жизни. «Двух вещей я прошу у тебя, не лиши меня милости, прежде нежели я умру». И здесь уже дальше по тексту становится понятно, что Соломон обращается к Богу. «Суетное и ложное слово удали от меня, богатство и нищеты не давай мне, устрой мне необходимое и в достаточной мере. Дабы, присытившись, я не сделался лжецом и не сказал, кто меня видит, и, обеднев, не стал красть и кляться именем Божиим». Очень интересный и важный текст. Вот надо посмотреть восьмой и девятый стих, как раз, чтобы понять, чего же просит Соломон. «Суетное и ложное слово удали от меня». То есть слово, которое произносится и говорится в суете, походя, не вдумываясь, не без сердца, не глубокое слово. И ложное слово удали от меня. То есть не дай мне самому быть суетным и лживым и помоги мне, чтобы вокруг меня было как можно меньше суетных и лживых людей. А вот дальше богатство и нищеты «И не давай мне». Богатство – это излишество, нищета – это, наоборот, отсутствие пропитания. Вот ни богатства, ни нищеты не давай мне. Устрой мне необходимое и в достаточной мере. Прекрасные слова Соломона, которые показывают, что библейская логика, в которой рассматривается существование человека, предполагает меру. меру, которую человек определяет себе и за которую он не выходит. Человек живет посредством, человек живет в том, что ему необходимо. Сегодня вся цивилизация, вся культура, по крайней мере, нашего современного западного общества, хотя в эту культуру сегодня втянуты и восточные страны все, практически все, предполагают, что денег много не бывает, достатка много не бывает, всегда хочется чего-то большего. Человек даже самый богатый или по крайней мере очень богатый всегда все равно ставит перед собой какие-то цели и в чем-то нуждается, он хочет больше и больше и он будет счастлив только если он поставит себе меру и скажет хватит достаточно вот это то, что мне нужно. Что самое интересное, эта мера не зависит или практически не зависит от достатка, потому что человек может быть бедным, но может быть при этом счастливым, потому что будет считать, что ему этого достаточно. Мы можем посмотреть на отшельников, хоть христианских, хоть даже не христианских, людей, у которых нет ничего, кроме, может быть, минимальной одежды и какой-нибудь миски для еды, а иногда и этого нет. Они могут быть счастливы, потому что просто они больше не ставят большего для себя целью. Им достаточно того, что они имеют пропитание на один день, например. И мы можем видеть людей несчастных, хотя, казалось бы, у них очень много денег и они могут иметь практически все, что захотят. И вот Соломон как раз об этом и говорит. Что интересно, он обращается к Богу с этой просьбой. «Ни богатства, ни нищеты не дай мне, помоги мне, чтобы я нашел вот эту золотую середину». И дальше, к чему же это может привести, если человек вот так будет жить неправильно, «дабы пресытившись, я не сделался лжецом и не сказал, кто меня видит». Это первое, это от богатства, да? «Пресытившись, я не сделался лжецом и не сказал, кто меня видит». Что это значит, кто меня видит? Я сам себе хозяин, Бога никакого нет надо мною, никто мою жизнь не контролирует, никто ее не руководит, не перед кем отчитываться, могу делать, что хочу. Человек, который обладает богатством, в принципе, как и любой человек, который обладает каким-то ресурсом, он может себе это сказать, может сказать, я себе могу это позволить, у меня очень много денег и никого надо мной нет, никто не перед кем отчитываться. Это первое, чтобы пресытившись, я не сделался лжецом и не сказал, кто меня видит. Или про бедность, или обеднев, не стал красть и клясться именем Божиим. Красть, то есть брать чужое, а клясться именем Божиим брать взаймы и говорить клянусь и отдам Господь свидетель, то есть входить в долги. И вот Соломон говорит, помоги мне, чтобы ни того, ни другого не было в моей жизни. Далее, не предавай раба в руки Господина, и на чем будет проклинать тебя, и ты исчезнешь. Род злой проклинает отца и не благословляет матери. Род злой считает себя чистым, хотя нечистоты своей не омыл. Род злой имеет высокомерные глаза и ресницы его подняты. Род злой имеет зубы, как мечи и челюсти, как ножи, чтобы губить и пожирать смиренных на земле и бедных из людей. Речь идет о людях жестоких, которые живут неправедно на земле и чувствуют себя хозяевами на этой земле. И в этом контексте может быть понятен десятый стих, который так вообще выглядит довольно странным. Не предавай раба в руки господина, иначе он будет проклинать тебя, и ты исчезнешь. Кто будет проклинать? Господин будет проклинать или раб будет проклинать? Если мы посмотрим на десятый стих в синодальном тексте, здесь будет несколько иная форма. Не злословь раба перед господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты не остался виноватым. Здесь логика совсем другая. Здесь если ты будешь злословить раба, то есть ругать будешь слугу перед его господином, то этот слуга проклянет тебя и еще может выставить все так, что ты окажешься виноват. Здесь же не предавай раба в руки господина. То есть можешь как-то помочь ему, потому что он тоже человек, а можешь придать его в руки его начальства, и он будет беден, жизнь его изменится, и он будет проклинать тебя, и ты исчезнешь. Но логика здесь, смысл здесь не тот, что надо скрывать чужие преступления. Нельзя безжалостно подходить к тому человеку, который оказался в сложной ситуации. Да, может быть, он поступил не так, может поступил неверно. Ты должен стремиться к его исправлению, к тому, чтобы его жизнь стала лучше и правильнее. Это естественно, Соломон много где об этом, много раз об этом говорит в книге притчи, но ты не должен просто безжалостно предавать человека в руки его хозяина. 15 стих «У пиявки было три возлюбленнейших дочери, и эти три не насытились ею, и четвертая не пожелала сказать «довольно мне». 15 стих и он отличается несколько от того, что мы видим в синодальном тексте. «У ненасытимости две дочери, давай-давай». Обе дочери, да, одинаково звучат их имя, давай-давай. вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». То есть есть человек, который никогда не будет рад, никогда не будет доволен своим положением, и ему всегда будет мало, он всегда будет стремиться к чему-то большему, к большему обладанию. Сегодня, когда мы говорим «стремиться к чему-то большему», нам кажется, что это хорошо, к большему развитию, к большему, к большим каким-то более глубоким связям. То есть кажется, что если чего-то много, то это неплохо, но на самом деле, конечно, это не так. Мера – это то, к чему призывает Соломон. И вот что же именно особенно смущает Соломона, когда он говорит о этих самых ненасытимостях? «Ад и похоть жены, и земляне, напоенная водою, и вода, и огонь, не скажут «довольно». Это то, что он видит вокруг себя. 16 стих несколько иначе выглядит в синодальном переводе. «Преисподняя и утробы бесплодная, и земля, которая не насыщается водой, и огонь, который не говорит «довольно». То есть вода, которая уходит в сухую землю, огонь, который пожирает, он не может сказать «хватит». В русской деревне, когда горел, например, один дом, огонь перекидывался на остальные, пока его не останавливали, потому что сам огонь не может сказать «довольно». Конечно же, все это лишь образы, образы ненасытимости человеческого естества. «Глаз насмехающийся над отцом и бесчестящий старость матери, пусть выклюют его вороны, довольные, и сожрут его птенцы орлиные. Три вещи, непостижимые для меня, и четвертые я не понимаю. Следа орла, парящего по воздуху, пути змея, ползущего по скале, стези корабля, плывущего по морю, и путей мужа в юности его». Конечно же, сегодня мы можем сказать, обратитесь к, не знаю, пусть вас научат навигации, каким именно образом корабль сегодня плывет по морю. Мы знаем, что есть течение, мы знаем, как действуют те или иные, как действуют моряки в тех или иных водах. Сегодня все это хорошо изучено. То же самое можно, наверное, было бы сказать и об орле, который парит, как он парит, почему он летит, сегодня мы много из этого знаем, конечно. Как ползет змея, тоже все это во многом изучено. Что же может быть менее изучено, хотя мы тоже много об этом говорим, путь мужа в юности. Синодальный перевод несколько отличается, потому что здесь говорится «и пути мужчины к девице». То есть речь идет о взаимоотношениях, о взаимоотношениях человека, людей, мужчины и женщины. Три вещи непостижимы для меня и четвертый я не понимаю. Это означает, что для мудреца, для Соломона в этих явлениях есть некоторая тайна. И хотя нам кажется сегодня, что многое мы узнали, по крайней мере, тайна наших взаимоотношений мы можем ее изучать с химической точки зрения, с физической точки зрения, мы можем говорить о гормонах, мы можем говорить о разного рода других веществах, которые влияют на наши взаимоотношения. Но кроме веществ всегда есть некоторая свобода нашего общения, глубина личных отношений, и они до сих пор, конечно же, остаются тайной. И далее. Таков путь и жены блудницы она сделает и, омывшись, говорит, я ничего худого не сделала. А что значит таков и путь жены блудницы? Каков таков? А вот он непостижим для Соломона. Что же непостижимого? Соломон говорит, что для него непостижим путь блудницы. Она сделает и, омывшись, говорит, я ничего худого не сделала. 20 стих похожий. Таков путь и жены прелюбодейной «Поела, обтерла рот свой и говорит, я ничего худого не сделала». Ну, понятно, что «поела и обтерла рот свой» в синодальном тексте или «сделает и омывшись». Речь идет о блудном соединении, блуднице с мужчиной. И вот для Соломона это непостижимо. Как тайну человеческих отношений, плотских отношений, которые благословлены Богом, которые воспеваются Соломоном многократно как важная часть человеческой жизни, и мы знаем, что также Соломон написал «Песню песней», в которой он воспевает, в том числе и отношения мужчины и женщины, он не понимает, как можно настолько низвести, настолько уронить вот эти отношения, их святость, их значение, так, чтобы в прелюбодеянии не видеть никакого греха, чтобы в блуде, в блудных отношениях не видеть никакого греха, как можно свести эту глубину, которая описывается в Писании, и двое будут одной плотью, как можно взять и превратить это в простое получение наслаждения, так, чтобы, утерев рот, да, омывшись, сказать «ничего худого не сделала», то есть ничего особенного не произошло, просто совершила, что хотела. Для Соломона это непостижимо. Ну и на самом деле, конечно, непостижимо, как человек может так опуститься внутренне, чтобы не искать подлинных плодов супружеских отношений, чтобы не искать подлинных плодов телесных отношений, которые могут открыться только в браке, насколько человек может не ценить себя, насколько он может не желать стремиться к этой полноте, к полноте замысла Божьего. И далее. «Тремя трясется земля, четвертого же не может понести», то есть это нечто очень возмутительное. «Если раб воцарится, если глупый будет насыщаться хлебом, и если служанка выгонит свою госпожу, и непотребная женщина достанется доброму мужу». Это то, что возмущает Соломона, то, что кажется ему неспровергающим основой общества. Ну, пожалуй, что и сегодня во многом, конечно же, мы могли бы сказать, что это может закончиться несчастьем. Например, если раб воцарится, человек с рабской психологией не сможет самостоятельно, ответственно, трезвенно управлять государством. «Глупый будет насыщаться хлебом». Довольно странно звучит, но для Соломона вполне понятно. «Глупый для него – это тот, кто не умеет управлять своим имуществом, тот, кто транжирит деньги, тот, кто не трудится, тот, кто живет каким-то совсем легким трудом, ложными связями, ложными взаимоотношениями. И для Соломона кажется дикостью, что такой человек может насыщаться хлебом. То есть он никак не потрудился, но почему-то ест и пьет. Конечно, это и сегодня не так, да? В смысле, это и сегодня не должно быть так. С библейской точки зрения, есть хлеб без труда может только тот человек, который не может трудиться. Больной, престарелый, младенец. И 23 стих озвучит следующим образом. Мы уже прочитали его. «И непотребная женщина достанется доброму мужу». Кто-нибудь скажет, ну уж это что-то совсем сегодня недопустимое. Что значит «непотребная женщина достанется доброму мужу»? Вообще, почему эта женщина может называться непотребной, ненужной, неправильной? Но для библейской картины мира, конечно же, любой человек может быть непотребным, то есть в недолжном, в неправильном состоянии, в том состоянии, в котором он не нужен на земле. Но это не значит, что не нужен он сам, ненужное его состояние. И вот интересно, что 23 стих в синодальном переводе звучит несколько иначе. Чего же не может вынести Соломон? Позорную женщину, когда она выходит замуж. Но он не может перенести не саму позорную женщину. Хотя, конечно же, для древней культуры, может быть, отчасти это и было так. Сегодня мы понимаем, что проблема не в том, что она выходит замуж, а в том, что она в позорном состоянии выходит замуж. То есть она безнравственна, но вступает в брак. Брак как оплот нравственности, брак как основа нормальных, здоровых отношений. И вот Соломона это возмущает, что человек пытается войти в брачный союз, не изменившись, не преобразив собственную жизнь. Далее. Четыре же малейших на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи. У них нет силы, но в жатву заготовляют пищу. И хирогрилы. Это горные мыши. В синодальном переводе горные мыши, но иногда, может быть, переводят еще и кролики. Животные слабые, которые делают себе дома на скалах. У саранчи нет царя, но стройно выступает она по приказанию одного. Ящерица лапками цепляется и легко уловляемо живет и в царских чертогах. Но это образ некоторой мудрости и сложности мироустройства, в котором даже самые простые, незаметные, незначительные, как говорит Соломон, малейшие на земле, но также устраиваются в жизни. Трое успешно ходят, и четвертое хорошо проходит. Молодой лев, сильнейший между зверями, который не сторонится и не страшится зверей. И петух, который гордо ходит между курами, и козел, который идет во главе стада, и царь, который говорит среди народа. Если ты предашься веселью и протянешь руку свою с бранью, то будешь обесчещен. Сбивай молоко, и будет масло. Если расчешешь нос, пойдет кровь. А если будешь много говорить, то произойдут суды и тяжбы. Напоследок Соломон показывает читателю, что в мире есть много примеров того, как достойное и правильное поведение, естественное поведение приводит к хорошему результату. И Соломон показывает, что естественное для царя вести себя правильно, не предаваться веселью и не протягивать руку с бранью. Трудиться, он говорит, сбивай молоко, и будет масло. То есть трудись, и достигнешь результата. И такой простой пример. Если расчешешь нос, пойдет кровь. То есть пойми, что неправильное поведение будет иметь плохой результат. И если же будешь много говорить, то есть будешь болтливым, склочным, будешь много лишнего говорить, то пойдут судьбы и тяжбы. То есть очевидно, жизнь твоя будет становиться хуже, и обстоятельства изменятся. Да избавит нас Господь от этого. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова